Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон. И мы продолжаем наш курс технологии производства лекарственных веществ и лекарственных форм на основе GMP. И сегодня у нас по плану модуль, посвященный мазям как лекарственной форме и технология их изготовления. В данном модуле мы затронем вопросы, касающиеся разновидности мягких лекарственных форм. Поговорим о понятиях мази, пасты, линемента, геля. Поговорим о требованиях к мази. Затронем вопросы классификации мази и мазевых основ. Поговорим о процессах промышленного производства мази, их фасовке, упаковке. А также затронем частично аспекты хранения мази. Для лучшего понимания данного материала я привожу ссылки на видеоматериалы, которые помогут вам лучше разобраться в материале. Все ссылки на видео я приведу в описании, а также в первом комментарии. Также при составлении данных материалов использовались следующие источники. Ссылки на них также будут приведены. Данную презентацию можно скачать по ссылке с Google Диска. Ссылочка будет также в описании и в первом комментарии. Как обычно. Итак, уже традиционный слайд, касающийся лекарственных форм, их распространенности. Ну вот первые три строчки занимают таблетки, растворы и порошки. И они лидируют с большим отрывом, занимая примерно 70% рынка. Но по другим данным, например, таблетки занимают более 2-3 российского рынка. Тем не менее, как показано на слайде, мази занимают свою нишу, которая довольно объемна. И по разным оценкам она составляет до 3% фармацевтического российского рынка. И мы не можем мази обойти стороной. В том числе и по этой причине. Итак, для начала разберем, что же такое лекарственные формы. Ну вот, мягкие лекарственные формы, они хотя и относятся к различным дисперсным системам. Но тем не менее, все они обладают пластично-упругой вязкой средой. Мягкие лекарственные формы, они могут быть предназначены как для наружного, местного или трансдормального, так и внутреннего применения. Ну и к мягким лекарственным формам относят мази, пасты, линементы, гели, крема, о которых мы поговорим в данном модуле. Также сюда относят кашки, суппозитории, пластыри, капсулы. Следует отметить, что по ряду других источников капсулы относятся к твердой лекарственной форме. Ну и сюда также относятся ряд других лекарственных форм. В данном модуле у нас появится такое понятие, как консистенция. Имеющее довольно расплывчатое определение – это физическое состояние жидких и твердых тел в отношении их мягкости или твердости и плотности. По сути, понятие консистенции характеризует степень густоты, вязкости, текучести, твердости того или иного объекта. То есть консистенцию можно выразить следующими прилагателями – это жидкий, твердый, желеобразный, студенистый, волокнистый, пенообразный, кристаллический, аморфный, пористый. Ну и часто говорят, например, о консистенции, сравнивая ее с какими-то общеизвестными состояниями. Например, консистенция сметаны, консистенция той же самой мази и так далее. Далее мы рассмотрим более подробно мягкие лекарственные формы, по сути дадим им определение. Собственно, мази, о которых пойдет речь в данном модуле – это лекарственная форма мягкой консистенции для наружного применения. При этом при содержании в мази порошкообразного вещества более 20-25% мази называют пастами. При этом в пастах содержание твердых веществ не должно превышать 65%. Пластыри – лекарственная форма для наружного применения в виде пластичной массы, которая обладает способностью после размягчения при температуре тела прилипать к коже. Часто они наносятся на ровные поверхности тела, плоские поверхности. Линементы, разновидность мази – это лекарственная форма. Для наружного применения, которая представляет собой густые или студнеобразные жидкости. Но в отличие от мази линемента они менее вязкие и готовятся обычно не на вазелиновой или жировой основе, а на водной. И, как правило, линементы плавятся при температуре тела. Суппозитория или свечи – это твердая при комнатной температуре и расплавляющаяся при температуре тела дозированная лекарственная форма, которая предназначена для введения в полости тела. Суппозитории обычно бывают ректальные и вагинальные. Они могут иметь различную форму, например, шарообразную, конусовидную, цилиндрическую, вытянутую и так далее. Кашки – это недозированная лекарственная форма, кашицеобразная или тестообразная консистенция, которая предназначена только для внутреннего применения. Она состоит из смеси лекарственных веществ и ряда формообразующих веществ, индифферентных. Ели – это однородные колоидальные студни, не имеющие видимой микроскопической структуры и содержащие большое количество воды или другой жидкости, и обнаруживающие, несмотря на это, некие свойства твердых тел. Ну и дальше мы поговорим непосредственно о мазях, пастах, линементах, елях и кремах. Итак, что же входит в состав мази? В состав мази, как правило, входит действующее вещество, мазевая основа и прочие вспомогательные вещества. Собственно, мазевая основа, компоненты ее также относят к вспомогательным веществам, и мазевая основа может быть гидрофобной, гидрофильной и дефильной. Но об этом мы поговорим подробнее чуть позже, чуть ниже. Мазь – это мягкая лекарственная форма, состоящая из лекарственных веществ, равномерно распределенных в мазевой основе и предназначена для нанесения на кожу раны или слизистой оболочки, то есть для наружного применения. Мази, как правило, имеют вязкую консистенцию и должны образовывать на коже ранний или слизистых некую ровную сплошную пленочку. Следует также отметить, что строгой классификации на данный момент в отношении понятий мази, линементов, гелий, кремов и паст не существует. Ну, по крайней мере, я не нашел каких-то официальных источников. Ну, если вы обладаете ссылкой на данный источник, я прошу поделиться ею в комментариях, и я включу ее в свою дальнейшую работу. Ну, а в данных материалах мы будем использовать такой обобществляющий термин, собирательный термин мази, к которому будем относить собственно мази, линементы, гелий, крема и пасты. Ну, а чуть ниже дадим определение уже другим разновидностям мазей, да, как собирательного термина. Собственно, пасты, ну, их довольно легко дифференцировать от мазей, так как они содержат большое количество твердых веществ в основе, да, нерастворимых порошкообразных веществ. Крема – это однородные мази мягкой консистенции, которые представляют собой непрозрачные эмульсии, типа масло-вода или вода-масло. Ну, крема еще называют эмульсионными мазями. Гели – это мази вязкой консистенции, как правило, гомогенные и прозрачные, обладающие упругостью. Ну, и линементы – мази в виде вязкой жидкости, плавящейся при температуре тела. Ну, на данном слайде приведены латинские названия указанных лекарственных форм, ну, и соответствующие им окончания. Ну, на данном слайде я подробно акцентировать внимание не буду. Преимущества и недостатки мази как лекарственных форм. Ну, соответственно, преимущество – это возможность введения в состав различных лекарственных веществ, в том числе и нерастворимых в основе. Это локальное достижение высоких концентраций лекарственных веществ, простота и безопасность применения, а также относительная деживизна и простота изготовления. Ну, а недостатками выступают высокая вероятность раздражающего действия, парниковый эффект для мази на гидрофобных основах и ограниченный фактор фармакологической активности. Существует ряд требований к мазям. Это оптимальный размер частиц лекарственных веществ и равномерное распределение лекарственных веществ в мазевой основе. Однородность и мягкая консистенция. Следующее требование – это обеспечение необходимого фармакологического эффекта, подразумевающего отсутствие токсикологических и аллергических реакций при длительном применении. Следующее требование – отсутствие негативного взаимодействия между лекарственным и вспомогательным веществами. И отсутствие микробной контоминации, стабильность при хранении и хороший товарный вид. В состав мази входят базисное вещество, обеспечивая лечебное действие, и формообразующее вещество – мазевая основа, которая обеспечивает консистенцию. Как уже было сказано выше, по дисперсности различают мази гомогенные и мази гетерогенные. К гомогенным мазям относятся мази растворы, мази сплавы и экстракционные мази. К гетерогенным – суспензионные, эмульсионные и комбинированные. Мази растворы – это прозрачные смеси, представляющие собой истинные или коллоидные растворы. Мази сплавы представляют собой сочетание нескольких плавки взаиморастворимых компонентов. Экстракционные мази получают путем экстрагирования расплавленной мазевой основой действующих веществ из растительного или животного сырья. Экстракционные мази в данное время встречаются довольно редко. И комбинированные мази – системы, представляющие собой сочетание нескольких взаиморастворимых и взаимоплавких компонентов. Гетерогенные мази – здесь выделяют суспензионные мази, двухфазные системы, где в мазевой основе взвешены нерастворимые твердые порошкообразные лекарственные вещества. Эмульсионные мази – системы, в которые могут быть эмульсии типа масла-вода или вода-масла. И комбинированные мази, включающие в своем составе несколько лекарственных веществ с различными физико-химическими свойствами. По характеру состава мази могут быть простыми и сложными. В первом случае содержится одно лекарственное вещество, во втором случае мази содержат несколько лекарственных веществ или могут включать несколько мазевых основ. По локализации действия выделяют мази поверхностного и глубокого действия. Во втором случае обеспечивается проникновение в подкожную жировую клетчатку, суставы, мышечную ткань. Ну и в другие ткани человеческого организма. По назначению выделяют дерматологические, уритральные, ректальные, вагинальные, глазные, а также раневые и ожоговые мази. Для приготовления мази используют различные мазевые основы. И они должны обладать оптимальной консистенцией, которая обеспечивает способность мази равномерно распределяться по поверхности кожи. Образуя при этом плёночку. А также хорошо воспринимать лекарственные вещества в любых агрегатных состояниях. При этом мази не должны реагировать с вводимыми лекарственными веществами и не должны изменяться под влиянием света и воздуха. В мази бывают, как уже было сказано, выше поверхностного и глубокого или резорбтивного действия. Ну, собственно, для мази поверхностного действия мазевая основа должна препятствовать проникновению, глубокому проникновению лекарственных веществ в ткани. Ну, то есть, и сама основа не должна впитываться кожей. Соответственно, для резорбтивного действия всё наоборот. Мазевые основы также не должны вызывать раздражающее или аллергическое действие. Но в настоящее время для производства мази используют несколько десятков мазевых основ, которые можно отнести к следующим группам. Первая группа – это жировые, представленные различными животными и растительными жирами. Чаще всего применяется свиной жир из животного, а из растительных жиров применяется чаще всего подсолнечное масло. Также могут использоваться воски. Углеводородные основы представлены вазелином, парафином, азокеритом, а также нафталандской нефтью. Данные основы используются для изготовления поверхностных мазей. Силиконовые основы представлены высокомолекулярными кремно-органическими соединениями, являющиеся бесцветными вязкими маслянистыми стойкими жидкостями, которые нерастворимы в воде. Гидрофильные мазевые основы представляют собой гели высокомолекулярных соединений природного или синтетического происхождения или в гели высокодисперсных гидрофильных глин, бентонита, например. Коллагеновые основы включают в белок коллагенсовый состав, что облегчает, например, восстановление соединительной ткани. Полиэтилендиоксидные мазевые основы имеют высокую химическую стойкость и не препятствуют газообмену, а также поглощают продукты выделения раны, растворяют различные лекарственные вещества и улучшают их всасывание через кожу. Указанные выше 6 групп мазевых основ также можно классифицировать по их отношению к воде. Соответственно, можно выделить гидрофобные или липофильные, куда относят жиры углеводородные и силиконовые основы. Гидрофильные, куда относят полиэтиленгликоль, полиэтиленоксид, микрокристаллическую целлюлозу, гидрогелии, фитостериновые гелии и так далее. Дефильные, выделяют также дефильные или гидрофильные, гидрофобные основы, которые содержат поверхностно-активные вещества в своем составе. Немножко поговорим о различных мазевых основах, но уже в частности. Очень часто для мазевых основ применяют свиной жир, который представляет собой смесь триглицеридов, пальмитиновый, стеариновый и алииновый кислот. Также свиной жир содержит холестерин. Он хорошо намазывается на кожу и плохо на слизистые оболочки. Не препятствует тепловому и газообмену, не оказывает раздражающего и аллергизирующего и сенсибилизирующего действия. Хорошо всасывается кожей, легко отдаёт лекарственные вещества и обеспечивает глубокое резорбтивное действие лекарственных веществ на организм. Он неустойчив при хранении, потому что ненасыщенные жирные кислоты, в частности алииновые, они легко окисляются. Они совместимы со щелочами, окислами и солями тяжелых металлов, которые могут вызвать омыление данной основы. Следующие основы это растительные масла, которые обеспечивают хорошую всасываемость лекарственных веществ из мазей. Однако в средстве жидкой консистенции они входят в основном в состав сложных мазевых композиций. Также следует отметить, что растительные масла при хранении прогоркают ввиду наличия ненасыщенных жирных кислот, в частности алииновой и линолевой кислоты, которые являются основными компонентами подсолнечного масла. И наличие этих кратных связей как раз и обуславливает прогоркание, непродолжительность хранения относительно данных мазевых основ. Выход из этой ситуации это применение гидрогенизированных растительных жиров. Гидрогенизация, по сути, восстановление, реакция восстановления, которой подвергаются различные ненасыщенные кислоты, входящие в состав жиров. Такие мазевые основы, они устойчивы к окислению по сравнению с животными и растительными жирами. И труднее всасываются кожей. Следующая группа основ это углеводородные основы, вазелин, вазелиновое масло, парафин, церезин, нафталантская нефть и так далее. Данные основы являются продуктами переработки нефти. И они устойчивы при хранении, химически инертны и совместимы практически со всеми лекарственными веществами. При этом углеводороды, они трудно удаляются с кожи и белья, нарушают газовый и тепловой обмен, образуют такую пленочку на коже, оказывают аллергизирующее и сенсибилизирующее действие. Точнее, вероятность этого выше для углеводородных основ, чем, например, для растительных масел. И они не всасываются кожей, что обеспечивает их поверхностное действие. Силиконовые основы, как правило, представлены смесью полиэтилсилоксановой жидкости и двоэксикремния, диоксид кремния или аэросил. И могут также быть смешаны с другими гидрофобными основами, такими как углеводородная основы, растительные и животные жиры. Силиконовые основы, они химически стабильны, устойчивы к микробной контоминации, не проявляют аллергизирующего действия и не препятствуют тепловому и газообмену. При этом они могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки. Гидрофильные основы, они представлены крахмалом, карбоксиметилцеллюлозой натриевой соли, микрокристаллической целлюлозой, полиэтиленголиколем, различной степени полимеризации, гелями бентонитовых глин, гелями саполимеров акриловой кислоты. Они неограниченно смешиваются с водой и не смешиваются с гидрофобными основами. Данные мазевые основы, они фармакологически индифферентны, легко наносятся на кожу и удаляются с неё. Они не токсичны и не вызывают аллергических реакций. Однако данные основы подвержены микробной контоминации, за исключением полимерных синтетических основ, например, полиэтиленголиколии. Следующая разновидность гидрофильных основ – это гели желатина. Чаще всего применяют желатин-глицериновую основу и благодаря способности образовать плёнки, их используют для приготовления защитных мазей и паз, например, при ожоговых, при обработке мест ожогов. Они неустойчивы при хранении, быстро расслаиваются и для них необходимо применение консервирующих агентов. Гели микрокристаллической целлюлозы и карбоксиметилцеллюлозы также используются для гидрофильных основ и высыхают с образованием плёночки, стягивая при этом рану. Такие основы несовместимы с резорцином, танином, нитратом серебра, йодом, а также солями тяжёлых металлов. Коллаген – это белок соединительной ткани, который состоит из макромолекул, имеющих так называемую трёхспиральную структуру. Коллаген обладает рядом свойств – это низкая антигенная активность, низкая аллергенность, способность к генерации собственных тканей организма, также обладает лёгкой резорбцией и высокой биодоступностью вводимых в него лекарственных веществ. Полиэтиленгликолевые основы представлены сплавами твёрдых и жидких полиэтиленгликолей. Они хорошо растворяются в воде и легко высвобождают лекарственные вещества и являются растворителями для многих лекарственных веществ. Не подвергаются при этом микробной контаминации. Данные основы обладают обезвоживающим действием, разодражают слизистые оболочки и несовместимы с солями серебра, ртути, бромидами, иодидами, фенолом, резорцином и салициловой кислотой. В гели бентонитовых глин в их состав входит природный неорганический полимер бентонит, который по составу в основном содержит алюмогидросиликаты. Данные основы обладают хорошей абсорционной способностью, например, к поглощению гноя. Они обеспечивают глубокое проникновение лекарственных веществ, но при этом неустойчивы к микробной контаминации. Следующая группа основ – это гидрофобно-гидрофильные или дефильные основы, которые представлены смесями гидрофобной основы с поверхностно-активным веществом. Это так называемая абсорбционная основа. Или смесью гидрофобной основы с поверхностно-активным веществом и водой. Это эмульсионная основа. Ну и благодаря двойственной природе, да, они хорошо смешиваются с гидрофильными и гидрофобными лекарственными веществами, легко наносятся на кожу и удаляются с неё. При этом они фармакологически индифферентны и обеспечивают глубокое действие лекарственных веществ. А данная мазевая основа не устойчива к микробной контаминации. Эмульсионная основа также при хранении теряет воду за счёт испарения, что приводит к изменению мазевой консистенции. Производство мазей. Следующая часть модуля будет уже посвящена производственной составляющей. Следует, прежде всего, отметить, что изготовление нестерильных мазей осуществляется в производственных помещениях, соответствующих D-классу частоты. Стерильные же мази, например, глазные, мази, вводимые в полости тела и на повреждённые участки, изготавливают в помещениях класса С или класса А частоты. В фармацевтическом производстве чаще приходится готовить комбинированные мази, которые содержат компоненты, растворимые и нерастворимые в основе или в воде. И всё это определяет технологию получения мазей и применяемую аппаратуру. В технологии производства мазей важным аспектом являются следующие моменты. То есть, это степень дисперсности лекарственного вещества, способ введения лекарственного вещества в основу, время, скорость и порядок смешивания компонентов, температурный режим и ряд других параметров. Все они влияют на консистенцию, реологические свойства, однородность, стабильность при хранении и фармакотерапевтическую эффективность мазей. Производство мазей можно представить следующей схемой. То есть, на первых этапах происходит подготовка вводимых в мазь лекарственных и вспомогательных веществ, а также подготовка мазевой основы. Далее происходит процесс введения лекарственных веществ в мазевую основу и последующая гомогенизация при необходимости. Соответственно, после этапа гомогенизации следует фасовка, маркировка, упаковка и контроль качества. Подготовка мазевой основы, это первый этап. Ну, собственно, про подготовку вводимых в мазь веществ мы подробно говорить не будем, так как она рассмотрена в том числе в модуле по технологии производства порошков, да, ссылочка будет в описании, ну, и здесь вот в восплывающей подсказке, я думаю, тоже ссылочку поставлю. Ну, а поговорим мы уже о тех аспектах, да, которые характерны именно для мази, как для лекарственной формы. Итак, подготовка мазевой основы, она заключается главным образом в растворении, сплавлении компонентов и удалении механических включений, по большей части путем фильтрования. Для этих целей применяют плавительные электрокотлы, реакторы-смесители с паровыми рубашками, обгореваемые трубопроводы и шестеренчатые или шестеренные насосы для перекачки вязких сред. Для суспензионных мазей лекарственные вещества, как правило, подвергаются измельчению до размеров меньше 100 мкм и просеиванию, для чего используют соответствующие мельницы и грохоты. Для эмульсионных мазей и мазей растворов производят растворение в воде или мазевая основа, для чего используют реакторы с паровыми рубашками. На следующем слайде у нас приведены нюансы приготовления мазей на стадии введения лекарственных веществ в мазевую основу. Соответственно, здесь мы можем разделить три основных направления. Лекарственные вещества, растворимые в мазевой основе, растворимые в воде и нерастворимые в мазевой основе в воде. В первом случае мы получаем гомогенные мази путем либо растворения в основе, либо сплавления в основе. Соответственно, получаем мазь раствор, либо мазь сплав, разновидности гомогенной мази. В случае, когда лекарственные вещества растворимы в воде, сначала лекарственные вещества растворяют в минимальном объеме воды, затем происходит эмульгирование в присутствии ПАВ и смешивание с основой. При этом получают эмульсионную мази или крема, которая относится уже к гетерогенным мазям. В случае нерастворимости лекарственных веществ в основе и в воде, здесь существует несколько вариантов. Первые два случая, когда лекарственных веществ менее 20-25%, здесь мы будем говорить о мазях. В случае, если лекарственных веществ больше 20-25%, это уже будет относиться лекарственная форма к пасте. Соответственно, есть возможность измельчения лекарственных веществ со вспомогательной жидкостью, с последующим смешиванием с основой. Либо изначально измельчение с частью расплавленной основы и потом уже смешивание с оставшейся частью мазевой основы. В этом случае мы получаем мазь суспензионную. Ну и следует сказать пару слов об экстракционных мазях, которые, как я уже говорил, в настоящее время встречаются очень редко. Их получают путем экстрагирования действующих веществ из растительного или животного лекарственного сырья, расплавленной мазевой основой или чистым растительным маслом. Примером экстракционной мази является масло белены, которые получают данным способом. Итак, выше говорилось уже про плавительные котлы. Вот здесь, на данном рисунке, представлен плавительный котел слева с шестеренчатым насосом и обогреваемым трубопроводом. В данном случае у нас в плавительном котле происходит расплавление мазевой основы. В ряде случаев также осуществляется перемешивание. Подогретая мазевая основа не подается, а как-то засасывается насосом и подается либо обратно в плавительный котел для дальнейшего лучшего перемешивания, либо подается на следующую ступень производства. Например, в данном случае стерилизатор, показанный справа. В плавительный котел через крышку загружают компоненты для приготовления мазевой основы в строгом порядке по убыванию температуры плавления. Далее масса нагревается и тщательно перемешивается. Готовая смесь, проходя по обогреваемому трубопроводу, проходит фильтр и поступает в основной реактор для дальнейшего приготовления мази. В зависимости от количества компонентов и типа мази, количество котлов-смесителей может варьировать. Пару слов о шестеренчатых насосах. Слева изображена схема принципиального устройства шестеренчатого насоса. В данном случае у нас имеются две шестерни, которые хорошо притерты друг к другу и к компонентам корпуса, образуя фактически герметичные полости. В данном случае шестерни вращаются верхние по часовой стрелке, нижние против часовой. И вот за счет такого вращения создается так называемый вакуум в камере всасывания, в камере А, что приводит к захвату жидкости и перемещению ее во вторую камеру, в камеру Б. То есть, ну вот таким вот образом, в принципе, и работает шестеренчатый насос. Данный насос, тип насоса хорош тем, что он работает, хорошо справляется с вязкими жидкостями. Ну и есть некие моменты у этого насоса, касающиеся запертых мертвых объемов. Но это уже более такое, ну, более углубленное, что ли, понимание работы этих насосов, которое нам не так принципиально. В данном случае также можно посмотреть видео про принцип работы шестеренчатого насоса. Далее поговорим про реактор с паровой рубашкой. Это также емкость, предназначенная для смешивания компонентов, а также для расплавления мазевых основ. Здесь ниже указана ссылочка, где можно посмотреть, как работает реактор-мешалка для мази, гелий и кремов. Да, ну вот разновидность реактора с паровой рубашкой. Собственно, реактор имеет корпус, крышку, смонтированный в нее загрузочной воронкой, смотровое окно и различные другие приспособления для введения мазевых компонентов будущей мази. Крышка корпуса при этом с помощью траверсы и гидравлических опор может подниматься или опускаться. Внутри корпуса расположена якорная мешалка с лопатками, соответствующими профилю корпуса. При этом следует отметить, что якорная мешалка будет вращаться в одну сторону, а лопатки этой якорной мешалки будут вращаться в противоположную сторону. Кроме этого, в корпусе реактора смонтирована и турбинная мешалка, вращающаяся с помощью электродвигателя. Собственно, наличие трех мешалок обеспечивает качественное перемешивание компонентов мази. А загрузка в реактор осуществляется через паровой клапан. Точнее, выгрузка. И реактор с паровой рубашкой. Вот как он выглядит в реальном, так скажем, в реальности. Вот можно посмотреть. Иногда после введения и предварительного смешивания, растворения, суспендирования, эмульгирования следует этап гомогенизации, так как часто обычного перемешивания для суспензионных мазей недостаточно. И для того, чтобы добиться требуемой дисперсности, используют специальное оборудование, называемое гомогенизаторами. Гомогенизаторы при этом могут быть представлены следующими аппаратами. Это коллоидные мельницы, валковые мазетерки и роторно-пульсационные аппараты. Но ниже мы более подробно сейчас о них поговорим. Итак, коллоидная мельница. В данном случае суспензия, растворенное твердое вещество в мазевой основе, по специальному обогреваемому трубопроводу подаются на вращающуюся турбину. При этом на поверхности этой турбины имеются некие желобки или насечки, размер которых этих желобков варьируется на разных участках турбины, уменьшаясь при этом к концу. Соответственно, из-за такого уменьшения или измельчения этих желобков, мельчения этих желобков ближе к концу, происходит соударение частичек, которые взвешены в нашей мазевой основе, и вследствие удара происходит их измельчение. Ну и, соответственно, достигается более высокая степень дисперсности. Принцип работы коллоидной мельницы можно посмотреть по ссылочке в данном видео. Ссылочка будет, как я уже говорил, в описании. Ну вот, внешний вид коллоидной мельницы, да, как она выглядит. Вот, собственно, вот эта вот коллоидная мельница. Сюда вот из котла плавительного поступает суспензия, да, она вот внутри у нас есть турбина, которая вращается с насечечками на ней, да, и благодаря ударным воздействиям частички измельчаются, и дальше суспензия обратно поступает в котел, да, и что обеспечивает дополнительное перемешивание. Валковая мазетерка. Ну, валковые мазетерки, вот, собственно, схема их работы показана здесь, то есть, в данном случае представлена у нас трехвалковая или трехвальцовая мазетерка с валами, которые находятся на одном уровне, да, друг напротив друга, и вращаются с разной скоростью. Тем самым обеспечивается эффективный захват, ну, густой мазевой основы, да, на эти валки. Собственно, при вращении, да, за счет регулировки зазора между валками обеспечивается тот или иной, то или та или иная степень измельчения, да, степень истирания порошка, входящего в состав мазевой основы. Ну, и на выходе, да, на третьем валке, вот, у нас мазь поступает вот на такой вот мазеприемник, да, если так можно выразиться, и стекает потом в емкость, из которой, которая уже потом идет на фасовку, дозировку, собственно, упаковку. Ну, и принцип работы от такой валковой мазетерки представлен на, в двух видео. Ну, ссылочки также будут в описании и в первом комментарии. Вот, трехвалковая или трехвальцовая мазетерка, как уже было сказано выше, представляет собой систему из трех соприкасающихся между собой валков, оси которых лежат в одной плоскости. Ну, собственно, с третьего валка мазь поступает по направляющему желобу, и растертая мазь может также раскабливаться с валка с крепком, укрепленным на корпусе мазетерки. Ну, и третий тип гомогенизаторов – это роторно-пульсационные аппараты. Схематичное изображение рабочей части РПА, да, роторно-пульсационного аппарата, представлено на данном слайде. При этом можно выделить приводной вал, да, ротор, статор, статорную крышку, патрубок для входа, точнее, для выхода суспензии, и входной патрубок для входа суспензии. Ну, роторно-пульсационный аппарат здесь у нас, его, ну, можно, как сказать, заметить аналогию с дисмембратором, да, здесь мембратором, который мы разбирали в модуле, технология производства порошков. Вот, но роторно-пульсационный аппарат предназначен исключительно для работы с жидкостями, да, ну, так или иначе, то есть, объектами жидкости или суспензиями, эмульсиями и так далее. Используется он как для растворения, смешивания, диспергирования жидкостей, а также для измельчения, в то время как дисмембратор работает исключительно с твёрдыми веществами и служит только для измельчения. Принцип работы, точнее, принцип устройства роторно-пульсационного аппарата представлен также в видео, советую посмотреть. Итак, применение роторно-пульсационного аппарата позволяет исключить как предварительное измельчение порошкообразных компонентов, так и последующую гомогенизацию мази на мазитёрках. При этом степень дисперсности суспензионных мазей, получаемых на роторно-пульсационных аппаратах, выше, чем при обычной технологии гомогенизации и измельчения. Ну и, собственно, моменты, касающиеся фасовки и упаковки. Напомню, что фасование или фасовка – это помещение товаров в тару или упаковочный материал с предварительным или одновременным дозированием продукции. Ну, по сути, в первичную упаковку, да. А упаковывание или упаковка – это подготовка к продукции, к транспортированию, хранению, реализации и потреблению с применением упаковки. Да, ну вот процесс фасовки и упаковки, как правило, нельзя чётко сказать, где кончается фасовка, а где начинается упаковка. Потому что фасование подразумевает под собой дозирование, но дозирование подразумевает под собой наличие первичной упаковки, которая уже относится к упаковыванию. Тем не менее, стадия вторичной упаковки уже к фасовке не относится. Ну, следует сказать, что чаще всего для мази используют два типа первичной упаковки. Напомню, что первичная упаковка – это такая упаковка, которая контактирует с лекарственным препаратом. Вот. Выделяют полимерные, металлические, стеклянные или фарфоровые баночки. Ну, чаще всего вот мази, крема туда помещают. А также используют алюминиевые и полимерные тубы. При этом баночки чаще всего используют при приготовлении аптечных мазей, хотя это не совсем так, да. А тубы используют исключительно при промышленном производстве. Ну, и также можно посмотреть видео про упаковку мазей в баночки и упаковку мазей в пластиковые тубы. Ну, и вот примеры первичной упаковки для мази приведены ниже. Да, вот это вот у нас алюминиевая туба для препарата гидрокортизон. Ну, а здесь у нас находится крем. Да, ну вот попробуйте прочитать, что это за крем. Тем не менее, это вот, как видно, написано «медицинский крем». Итак, также следует отметить, что внутренняя поверхность туб, она, как правило, покрывается лаком FL559, а внешняя сторона тубы эмалевой краской, на которую уже затем наносится и маркировка. В качестве полимерных материалов для изготовления туб обычно используют полиэтилен низкой или высокой плотности, полипропилена, а также поливинилхлорид. И для наполнения туб используют тубонаполнительная машина линейного или карусельного типов. Опять же, упаковку в пластиковые тубы можно посмотреть по ссылочке на конкретное видео. Ну, и в заключении пару слов о хранении мазей. Мази, независимо от вида упаковки, должны храниться в прохладном, защищенном от света месте. Мази, содержащие дубильные вещества, йод, ртуть, не должны соприкасаться с металлическими поверхностями. Эмульсионные мази и мази на эмульсионных основах должны храниться в заполненных доверху ёмкостях, в избежании испарения водной фазы, при температуре не ниже нуля и не выше 30-40 градусов Цельсия. Мази на жировых основах хранят при более низких температурах, по избежанию их прогоркания. Собственно, мази на жировых основах имеют тенденцию портиться. И также они более подвержены микробной контоминации после вскрытия. В таких же условиях следует хранить мази, содержащие термолобильные вещества и мази суспензии. Для стерильных мазей срок хранения устанавливаются после первого вскрытия. Ну а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите своё мнение в описании. Презентация доступна в описании и в первом комментарии. Ну а я желаю вам всего хорошего и до встречи в следующих видео. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok